Прежде чем я начну, я сделаю несколько историографических замечаний, в том числе личного характера. Во-первых, я тоже закончил исторический факультет МГУ, и во-вторых, я 20 лет работал в Институте Славянного Видения, поэтому, наверное, мой подход будет как-то перекликаться с тем, о чем говорил сегодня Арсен Владимирович Липатов. И, конечно, я хочу сказать о том, что я, когда был в Институте Славянного Видения, тогда назывался Институт Славянного Видения и Балканистики, работал в секторе, который сначала возглавлял Элис Соломон Шмиллер, затем Товик Масленович Исламов и его ближайший друг и помощник Владимир Израильевич Радзон, и поэтому, наверное, какие-то у нас с Александром Владимировичем будут общие подходы. Вот. Прежде всего, действительно, так вот я работал сначала всю жизнь в Академии Наук, затем перешёл в РГГУ на кафедру зарубежного регионовидения и внешней политики, и поэтому стал соединять чисто исторические подходы с региональными. Вот. И, естественно, надо сказать, что если брать славянскую идею, то не существует, во-первых, общая какая-то общая граница, во-вторых, региональные версии, то есть это, конечно, центрально-восточная и юго-восточная Европа и восточная Европа сама собой, затем, может быть, субрегиональные версии, и, конечно, у каждого славянского народа есть своя версия, своя версия славянской идеологии, славянской идеи, но тоже она не едина, а она находится в тесной связи с политическими и национально-политическими концепциями. То есть я имею в виду, естественно, консерватизм, национал-консерватизм, либерализм, национальный либерализм, социал-демократизм, радикализм, национальный радикализм, демократия, национальная демократия, ну и так далее. Вот что, собственно говоря, представляет собой общеславянское сознание. Мне представляется, что оно всегда было важным элементом национального сознания, самосознания каждого славянского народа, которые, в общем, как мы с вами знаем, в течение всей своей истории значительной части боролись за свое существование, суверенитет и за свободу национального самоопределения. При этом я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, нельзя тут действительно национальное самоопределение с стремлением к отделению и сепаратизму. Потому что есть несколько форм национального самоопределения, и совершенно необязательно национальное движение того или иного народа должно стремиться к отделению от меганационального государства. Но не говоря уже о том, что, собственно, воссоединение – это тоже акт национального самоопределения. Кроме того, я хотел бы добавить ещё и то, что часто славянскую идеологию, ну, по крайней мере, в рамках, так сказать, советской науки оценивают как исключительно прогрессивный фактор, который никогда не входил в противоречие с иконическим самосознанием каждого славянского народа. Ну, тут, конечно, возникает вопрос о том, ну, мы сейчас не будем его, естественно, обсуждать, существует ли вообще прогресс, потому что есть учёные, которые критически относятся к этому понятию. Ну, и кроме того, конечно, да, на каждом определённом этапе развития и отдельного славянского народа, и славянской общности в целом, или там региональной общественности, возникают, так сказать, возникают кризисы, вот, после которых приходят кризисы, которые выражаются в столкновении различных элементов и, собственно, национального сознания, и общеславянского сознания, и общеполитического сознания, ну, и затем в результате возникает уже новая какая-то концепция славянской идеи. Ну, сегодня говорилось уже о том, что славянское сознание опиралось и на общность происхождения, родства языков, некоторых элементов культуры и, в некоторых, но не во всех случаях, на религиозно-конфессиональную близость. Ну, то есть, я имею в виду принадлежность к православию или, соответственно, к католичеству. Вот. Ну, что касается регионов, то до окончания Первой мировой войны и восстановления Версальской системы понятия «Центральная и Средняя Европа» совпадали. Вот. При этом граница между «Центральной» или «Средней Европой», которая, в свою очередь, охватывала, собственно говоря, Австро-Венгрия, монархия Габсбургов, проходила по границе Австро-Венгрии, и затем начинались уже Балканы или Юго-Восточная Европа, которые были отдельным регионом. Ну, что касается конкретных проявлений, то, что, если говорить об Австро-Венгрии, то два, наверное, господствующих идеи или концепции, одна называлась «Югославизм», другая – «Австро-Славизм». Ну, понятное дело, что австро-Славизм – это была и психология, и идеология сохранения Австро-Венгрии. Просто главной целью было обретение славянскими народами или всеми целиком, или каждым в отдельности, в зависимости от реальной ситуации, новой формы национального самоопределения. Что касается югославизма, то он… Нел два варианта. Один вполне, так сказать, как-то совпадал с австро-Славизмом, это выражалось в концепциях тех же самых хорватских и славянских национальных движений, которые выступали за изменение статуса своих народов, монархи и гавзургов, но вовсе не выступали за её распад. А с другой стороны был вот этот самый балканский или сербский вюгославизм, который, естественно, был концепцией, направленный против самого существования монархи и гавзургов. Затем надо ещё отметить вот что. Что… Это не моя идея, но мне кажется, она, в общем, очень точной, что этнический национализм 19-го века очень сильно отличается от этнического национализма 20-го. В чём отличие? Национализм 19-го века выражал стремление к свободе, к освобождению и свободе всех народов. Национализм 20-го века, и это чувствуется даже по тем же самым хорватским, сербским, славянским и другим национальным программам, программам отдельных политических партий, он уже превращается в стремление к обретению свободы своего народа за счёт свободы других. Кроме того, нельзя, конечно, не отметить и то, что тот же самый австрославизм вообще, или, если хотите, австрославистский югославизм, он переплетался с концепциями реформы империи, то есть это либо это был реализм, то есть создание третьего государственного образования в рамках монархии, с опорой на хорватское историческое право, и которое объединяло бы хорватов, славянцев, сербов и босинских мусульман после аннерсии в Боснии и Герцеговине. И, кроме того, надо ещё отметить, что, на мой взгляд, в общем, австрославизм и югославизм так или иначе были попыткой смягчить противоречия между славянскими народами, которые тоже были достаточно острыми, мы с вами это прекрасно знаем, и, кстати, это выразилось в судьбе концепции новославизма, которая, собственно, закончилась тем, что после аннексии Боснии и Герцеговины практически все славяне, национальное движение славян Австро-Венгрии, за исключением сербов, поддержали эту аннексию, ну, а сербское национальное движение, так же, как и сербское государство, и российское государство, эту аннексию не признали и отвергли, что привело к боснийскому кризису, который вполне мог закончиться началом крупного европейского конфликта. Ну, превратилось бы это в мировую войну, себя сказать невозможно, но, по крайней мере, опасность крупного европейского конфликта, безусловно, была. Ну, и последнее, что, может быть, на чём надо остановиться, это то, что в этих концепциях славянской идеологии, славянской идеи были и элементы, и центробежные, и центростремительные с одной стороны, и с другой стороны интеграционные, безинтеграционные. Слова-то, в общем, близкие, но всё-таки это не совсем одно и то же, потому что интеграция предполагает выработку некоторых общих или значительной части общих черт у разных народов. Ну, а центростремительная тенденция, она предполагает просто ориентацию на один из центров политической власти, то есть, на данном случае, на Вену или Будапешт. И, кстати, надо сказать, что у хорватов тоже, у некоторых политических партий были югославистские и авторославистские элементы, но они, тем не менее, одни из них ориентировались на монархию, на Вену, другие ориентировались на Будапешт. Вот, ну вот, наверное, так сказать, всё. Спасибо. У меня есть вопросы? У меня два небольших вопроса. Первый. А вот насколько доминировали вот именно какие-то изводы югославянской идеи, да, в Хорватии, например, над идеями того же Анта Старчевича, которые, скажем так, такие не очень объединительные в организации сербов и прочее. И второй вопрос. Как вот деятели до южного извода авторославива, я не знаю, как это сказать, относились к тому, что после оккупации Боснии ещё в XIX веке основная масса чиновничества там была славянами, но поляками и чехами, а не хорватами и церквами? Ну, значит, что касается Старчевича, то тут надо подходить, на мой взгляд, сугубо исторически, потому что, ну, я не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, одно время была такая тенденция проводить параллель и видеть Старчевича предпечу идеологиям ДХ. Мне кажется, что это просто не исторично, потому что он, естественно, и предположить не мог, а потом, как всё это будет, и потом, опять-таки, вот то, о чём я говорил, разница в национализме XIX и XX века, он был националистом XIX века, ну, а устыши были, естественно, националистами XX века, тем более в специфической вот этой вот ситуации. Вот, и что касается оккупации, ну, вы знаете, там тоже не было какого-то единой точки зрения, вот, но, в принципе, хорватское национальное движение рассматривало Боснию или значительную ее часть как хорватскую территорию, равно как и сербская рассматривала ее как сербскую территорию, что, в общем, наверное, ни то, ни другое не соответствует, потому что, как мы сами знаем, были еще мусульмане, так или иначе, вот, ну, сейчас вы, наверное, знаете, что мусульмане даже пишут с большой буквы как национальности. Вот, но дело в том, что у мусульман вот эта религиозная и конфессиональная принадлежность, она была однообразующим фактором, а мне представляется, что у хорватов и сербов католицизма и православия таковым все-таки не были, несмотря на то, что, да, это черты каждой нации, да, но это не было однообразующим фактором. Ну, спасибо. Может быть, еще какие-то опросы? А нет, теперь вообще дискуссия. Я вот это задавал вопрос, пожалуйста, насколько вот в этих региональных вариантов, я выслушал с большим интересом пользу для себя, ваш доклад, насколько присутствовали мышления на эти темы, отзвуки проблемы России, Польши и вот этого внутриславянского конфликта. Он проекцировался в течение всего XIX века на межславянские отношения, а вот в этот период. Да, ну, что касается России, вы знаете, там, ну, по-разному было. Потом тоже я вот Дане сказал. Дело в том, что все эти измы, они не были какой-то, так сказать, стройной концепцией, которую исследовали. Это не был марксизм, не низм, как мы привыкли. А это были, в общем, иногда довольно случайные какие-то конструкции, элементы в зависимости от политической ситуации, в зависимости от интересов даже тех или иных политических деятелей. Вот, поэтому какого-то единого отношения к России, вы знаете, очень все по-разному. Допустим, возьмем Штрасмайера, который, ну, предлагал свою помощь, в общем, России. Вот, с другой стороны, совершенно ясно, что он был, в общем, верным, простите за тавтологию, верноподанным и Гавдургов, и австрийской монархи, и затем эволюции Степана Радича, например, который в 90-е годы был и в Праге, потом он был в России учился, и там был славянофилом. Но когда, например, Первая мировая война, он совершенно однозначно занимал прозабженские и проавстрийские позиции, ну и потом тоже, он был человеком таким, ну, собственно говоря, политическим, поэтому он менял свои отношения очень быстро. Я выйду уже, так сказать, за рамки новой истории, но, как известно, он в 1924 году приезжал в Советский Союз для того, чтобы получить поддержку требованиям хорватского национального движения, не получив ее в Лондоне и в Париже. И тоже, вроде бы, он со своей этой крестьянской партией, которая была, имела в своем названии слово республиканское, вступил в крестьянский интернационал, но как только ему предложили пост правительства в Белграде, он, естественно, заявил о том, что он доходит из интернационала, изъял слово республиканское из названия своей партии, и, в общем, кончилось тоже все это очень печально, его просто застрелили в скупщине. Вот, теперь, что касается Польши, ну, вы знаете, что я, честно говоря, специально Польшу не смотрел, но я думаю, что всем известно, что, так сказать, поляки, польское национальное движение сыграло свою большую роль в написании начертаний или гаражами, вот этой, так сказать, программы сербской государственности. И, кстати, там, в общем, довольно сдержанно говорилось о России. И тут тоже, я думаю, не надо питать никаких иллюзий, ни относительно прошлого, ни относительно современности, или будущего, потому что и национальное движение южных славян, и потом их национальное государство, с одной стороны, и Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, все они имеют свои интересы, и, в общем, по мере возможности они играют на каких-то слабых или сильных сторонах своих партнеров, используют друг друга. И, в общем, это касается, кстати, не только России, но и вообще великих держав, и никогда не понятно, собака берет под хвостом или хвост собакой. Поэтому тут надо рассматривать каждую конкретную ситуацию, видимо, смотреть архивы, и как-то вот не увлекаться особенно идеями какого-то там особого братства или родства русского народа, тем более русского государства, или того или иного народа. Мы с вами даже в последнее время, в общем, видим, что сначала югославское государство, потом сербское государство, там Черногорское и так далее, все они проводят свою политику и могут быть совершенно повороты, так сказать, на 180 градусов. Скажите, пожалуйста, в концепции австрославизма есть такое звено по демонизации образа России, чтобы маленькие славянские государства не могли обратиться к ней за помощью случайно, когда захотят бороться за свое государство? Нет, вы знаете, я, честно говоря, такого не помню, зато с другой стороны я могу сказать, что если мы возьмем, например, Константина Леонтьева, то у него есть очень критические заметки по отношению к западному славянам, к демократии, чуждой России и так далее. Скорее, это вот... Потому что Павловский в одном из своих писем прямо-таки говорит, что лучше быть в составе Австро-Венгрии, чем быть порабощенным кентавром с востока. Ну, видите, как? Я про другое скажу. Например, южные славяне, это касается Первой мировой войны, они считали, что им лучше остаться в Австро-Венгрии, чем пойти под Италию. Так что это не обязательно относится к России. Тут такой сложный комплекс вот этих междунациональных отношений, там, территориальных претензий. Нет, а потом еще раз я хочу сказать, что ведь они же все были, ну, верными подданными Гавзору. Вот. И, так сказать, даже то, что если там тот же Старашмайр там предлагал свои услуги русскому посольству, то это вообще не значит, что он потом бы не, так сказать, не мог изменить свою позицию. Вероятно, не особую роль играла национальная политика внутри Австро-Венгрии. Ну, да, конечно, и каждая конкретная ситуация. В общем, большое отличие от русского. Да, да, безусловно, да. Вот, потом опять революция 1905 года многое изменило. Интересно, как, конечно... Мы перешли уже просто к общей дискуссии, я так понимаю. Это было интересно, и, конечно, тут можно соглашаться, может, нет, что какие-то концепции уходит в прошлое, но все-таки такие понятия какие-то основополагающие, как Вера Профина, они непонятно не деваются. И вот этот вектор по-числовянски, который наметили еще первые наши русские словисты, конечно, часто подвергаются осмеянию, но, тем не менее, именно они вот часто, не зная, как еще славяна в них открыли что-то для себя родное, общее, и потом уже проложили такое вот целое направление словистики, которое уже в 20 веке было поддержано, скажем, Олегом Николаевичем Трубачевым, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, что касается, например, членогорского правительства, вы, конечно, знаете, что это совершенно не государство, которое было с одной стороны по приказу американского департамента, образованного, но при этом при участии российского руководства. Поэтому так однозначно говорить о том, что оно проводит собственную политику, это все-таки неправомерно. Ой, я здесь что-то добавлю, что касается крови. Ну, наверное, вы знаете, да, что есть две концепции нации, собственно, франко-британская, гражданская, и германская и немецкая кровь, кровное родство. Вот, это первое, а сейчас, как я записал, я не могу... А, да, вот, вы же знаете, что большевики резко отрицательно относились к всяким этим славянским идеям, там, по славизму, славяно-фильству и так далее. Другое дело, что уже там в изменившейся обстановке 30-х годов это стало по-другому, но, в принципе, вот, это тоже, наверное, наверное, надо иметь в виду. Ну, конечно, им было чёрто, всё национальное. Нет, а потом... Если они сами были интернациональными. Нет, а потом, смотрите, видите, образование вот нашей кафедры, потом в 30-е годы в Петербурге, в Ленинграде, господи, боже мой, кафедра была, и правда, довольно быстро закрыли. Затем известно, по-моему, это 1940-й год, заявление ТАСС. Наверное, Сталин это, видимо, написал, что распространяемые в последнее время там слухи о том, что Советский Союз возвращается к Славянской Дине в соответствии с действительностью. А зато потом началась Великой Отечественной война. Пожалуйста, славянский митинг в августе, славянский митинг, по-моему, в феврале, и ещё два митинга там было. Так что славянская идея очень была использована, и тут тоже в этом смысле можно, наверное, проводить параллельно с Первой мировой войной. Они прозитировали, в 20-м веке она вообще, можно сказать, это, скажем, русско-сербская, она вообще какой-то этой прервалась, сейчас только возненавляется, потому что тогда существовала Советская Югославская и Ветра был другим. Хотя что-то в подсознании оставалось, это традиционное видение и понимание общего родства. Да вы знаете, а как же, в 48-м веке Вита любимый герой славянских народов, а потом Югославская коммун партия в области убийцы Шпиева? Ну, какой же он? Убийцы Шпиева? Или как-то вы, или лучший друг? Нет, ну, конечно, он палач, это, понятно, сербского народа. Почему, не только сербского? Ну, конечно, не только сербского народа. Нет, ну, видите, там же, вот я Италию затронул, проблема-то ведь болит до сих пор. Несколько лет назад президент Италии, кстати, бывший коммунист, выставил с какой-то резкой антиславянской выпадом таким, и это касалось, в общем, Хорватии и Словении. Но надо сказать, что даже в этом случае, когда, казалось бы, у них общая позиция должна быть, они выступили против этого заявления по отдельности. Вот, а там, ну, после Второй мировой войны, видите, как там, ой, господи, там же итальянцев там и в шахты сбрасывали, еще, то есть, ну, преступления были, ну, со всех сторон. Ну, да, с трагиции, с одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что это было не без участия Третьей Силы всегда, спор с Словян проходил. Так что, просто нужно ориентироваться на какие-то традиционные, мне кажется, все-таки вещи, которые всегда актуальны, а не на то, что себя уже не оправдывают. Ну, пожалуйста. Ну, хотелось все-таки, вот, поскольку мы уже, я так понимаю, пришли в дискуссионный фанат, да, высказаться насчет вот той темы, которую Лена Аркадьевна затронула, правильно? Да, Лена Аркадьевна в своем докладе. Все-таки вот мировоззрение Хомякова, да, на его взгляд на славянский мир, в принципе, на устройство нашего человеческого общества, не кажется ли вам, что оно, ну, действительно, вот, ну, очень и очень устарело, то есть оно объективно названо не может быть, поскольку он, если я правильно понял, на основе вашего доклада, действительно выдвигает некоторую такую даже расовую теорию во многом, что, вот, там, одни народы, там, они для одного и никак не могут перейти эту границу, да, вот есть белые народы, есть, там, небелые народы, то есть, ну, это же, как бы, такой, мне кажется, рассеяние 19 века, может быть, я неправ, хотелось бы узнать, как бы, как на самом деле сам Алексей Степанович это себе представлял, но всё-таки вот так, на основе вашего доклада складывается такое мнение, будто бы христианами избраны быть именно белые люди, а там, а все остальные, они вот какие-то, ну, не то чтобы не до, но какие-то вот они... Просто Хомяков, понимаете, он объективно описывает и действительно он старается максимально объективно описать историю, историю, мировую, всемирную историю и просто, как бы, вот он свидетельствует о том, что вот каким путём, например, пошли арийские народы и в каком состоянии находятся другие народы, как они взаимодействуют друг с другом, что у них, какие у них противоречия и просто он объективно описывает, что христианство просто по факту является главной религией именно арийских народов. Почему? У него тоже есть сомнения на этот счёт. Но тут дело в том, что вот это вот двудинство, почему вот интересно его труд с точки зрения сирской традиции рассмотреть, это двудинство, вера и крови, органичное для сирской традиции по сей день, для нас это тоже было присуще, просто оно не актуализировалось. Но для Хомякова это что-то, как данность просто. Его корни, как вот, например, стал один духовник сербский, современный XX века, и, кстати, духовник патриарха Павла, он говорил, что мы гордимся не тем, что мы арийцы, а тем, что именно арийский мир принял Христа, что для него это своего рода такое, он гордится в лучшем смысле этого слова. Что для него арийцы, вот это я бы хотел уточнить, потому что для нас все-таки это слово больше как-то с нацистами. Для них это, наверное, индоевропейцы, потому что... Ну, вообще-то, как люди здесь все-таки собрались, ученые, должны понимать, что просто немцы использовали это и дискредитировали, конечно, можно сказать, это понятие, так же, как и свастику, но виноваты ли, скажем, вот этот вот индоевропейский символ в том, что они его использовали. И, по сути, как бы вот сейчас вызывают только такие вот ассоциации маргинальные. Ну, конечно, прежде всего, имеется в виду арийский равно индоевропейский. И он же и там сам пишет о Белом Премне, который заселяет не только Европу, но и большую часть Азии и часть Америки. Это нормальный термин для 19-ти века? Я понимаю, что нормальный. То есть, или вот индо-германский написал, как индо-германище, вот, или арийский тогда использовал. Я понимаю, что это для 19-ти века нормально просто. Ну, и для нас должно быть нормально. Просто нужно разделять каждый раз, что имеется в виду. Мы же обращаемся к Хомякову и смотрим его глазами. Поэтому даже странно, что это надо пояснять. Так, еще какие мнения есть? На это и другие, естественно, темы и проблемы. У нас спор об этих арийцах, ну, понятно, что это будет европейский. Но не забываем, какую роль играла немецкая философия. Она в наших словах на философии. И тут вы правильно упоминали о двух концепциях. Рамка британская и немецкая. Вот речь идет о немецкой концепции блютенбалда. Кровь и почва. И это явно просматривается в концепции Хомякова. Но мы должны к этому исторически подходить. Это для того времени. Это была одна из естественных концепций. Мы будем проекцировать, как вы сказали, там, о немцах. Не о немцах, а о нацистах. Не будем оточислять немцам с нацистами. Мы говорим о конкретном ученом, о конкретном переводе. Это было естественно для этого типа мышления. Огромное было бы еще представляться, откуда вы и кто вы. Потому что очень интересно совершенно разным. Потому что в школе есть разные множественные представления. И раздраж are. Это да. Это было страшно. Спасибо. 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 Продолжение следует...